Мало кто знает, что маленький эстонский городок является одним из самых старых на европейском континенте. В ряд его достоинств входит красивая архитектура и живописные виды. В Таллине есть множество небольших парков и скверов, а также исторических достопримечательностей. Памятники в основном расположены в старой части города, которая подразделяется на верхние и нижние районы. Обычно экскурсоводы начинают вести группу туристов от места под названием Ратушная площадь, от эстонского Ракоха Платес. Располагается она прямо перед городской ратушей и занимает совсем немного места. Площадь с незапамятных времен являлась центром города. Так, в XI веке здесь находился городской рынок, который существовал до конца XIX века. Народ устраивал там ярмарки и гуляния, которые до сих пор являются местной традицией. В окружающих же площадь ресторанчиках можно отведать вкусных блюд из национальной кухни. К слову, ратуша, в честь которой и названа площадь, прекрасный пример архитектурного памятника. Здание выполнено в готическом стиле. В рациональном интерьере преобладают искусно вырезанные на стенах и мебели барельефы, а также полуарки на стенах под самым потолком. Можно прогуляться по улице под названием Булочный проход, которая начинается прямо от площади. Своё название эта улица получила за многочисленные лавки булочников, расположенные на ней. В конце прохода находится церковь Святого Духа. Здание является ещё одним ярким представителем готического стиля, а славится оно своим алтарём, украшенным рукой знаменитого художника. Кроме того, нижний район знаменит церковью Святого Николая. Её создание относят к началу XIV века. Сейчас там находится музей, в котором на всеобщее обозрение выставлено множество различных реликвий, хорошо сохранившихся до наших дней. Не менее богат на интересные места и постройки и район, именуемый Верхним. Внешний вид местности там почти не изменился с времён Средневековья. Туристу там повстречаются здания, возраст которых достигает от пяти до шести сотен лет. Главной постройкой здесь считается замок Таумпиа, возведённый по велению датского правителя Вальдемара II. Вся постройка состоит из ряда сторожевых башен, малой крепости, которые именовали сам замок, а также большой крепости, то есть ряда построек, где проживали вельможи и епископ. В Верхнем районе есть ещё одно место, которое обязательно нужно посетить, оказавшись в эстонской столице. Это Домская церковь. Постройка выполнена из камня, и уже давно покрыта многовековым налётом. Верх церкви украшает мощный шпиль на конце величественной башни. В целом, церковь выглядит очень величественно, а гармоничная лаконичность и точный расчёт линий вызывают восторг и восхищение. Итак, теперь вы немного больше знаете об эстонской «жемчужине». Надеемся, что теперь у вас стало на несколько поводов больше, чтобы посетить прекрасный город Таллинн. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.